Продолжение следует... 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 Более того, дорожки опять-таки неудобные, люди сокращают свой путь как только могут. Но вот тут, опять-таки, когда мы там были, там можно встретить и бабушек, и женщин с колясками, то есть они там проводят время, по сути, им просто негде сесть. Если говорить о транспорте, в общем, гипы представляют собой какой-то оазис посреди стоянок. Ну, то есть там сплошь, со всех сторон, по периметру. Я не знаю, почему вот тут не сделаем стоянку, будет идеально, я думаю. С этой части у нас находится загрузочный пункт, так что там не очень благоприятно. И вообще на месте стоянки очень много машин, которые уже не в состоянии есть. Вообще не в состоянии. Я надеюсь, что я ничего не забыла. Ну, вот тут мы пометили пару конфликтных мест, то есть любое пересечение пешехода и автомобилиста. Ну, это, наверное, ещё, ну, так мягко. Дальше. Вот эти самые автомобили, которые мы видим. Ну, это не единственные. Вы можете поехать тоже посмотреть, там наберётся галерея таких автомобилей. Дальше. Ну, вот это, как это всё выглядит вокруг типа. Со стороны жилого дома вот, с бокового фасада и с заднего фасада. Понятное дело, что там паркуются не только, скажем так, те, кто приходит поработать в ГИПО, либо же люди, которые приходят приобретать там вещи или услуги. Это насчёт фасадов. То есть, ну, по сути, вот такой фасад – это стандартное явление по всему периметру. Ну, это 100 метров, это довольно-таки много всё-таки. Можно было меньше. Ну, и… Ой, я забыла про ВЕЛО. У нас вообще нету тут никакой дела. Да, её вообще нету. Есть на противоположной стороне, но, возможно, это связано с тем, что, например, у этих зданий, у них активные фасады, у нас-то активных вообще нет. То есть, велосипедист скорее поедет тут, зайдёт в аптеку, сделает все свои дела и поедет. Так. Но, опять-таки, тут велодорожка представляет из себя часть тротуара, одороженной линией белой фасады, так что… Вот. Сейчас я расскажу о самих новых добавлениях, если можно так назвать. Первое, что мы сделали – это паркинг на крыше. И это, опять-таки, не фантастика, но такое, как бы должно было быть. Либо, может, по сути, и на крыше, и под гип, по этой же разнице никакой не имеет. Просто, что на крыше иногда нет. Вот эту часть мы отдаём под офисное здание. Причём, когда мы пробудиваемся вдоль этой территории, мы видим только жилой дом. То есть, там не хватает доминанта, и это офисное здание вполне могло бы решить этот вопрос. Вот. Также мы добавляем ещё одно общественное здание, такое почти подковообразное, с террасой на втором этаже. В результате мы получаем вот это такое немного замкнутое приятное пространство. Так, помимо этого мы добавляем павильоны, которые предназначены больше для развития какого-то местного бизнеса. То есть, там маленькие помещения, которые, соответственно, будет маленькая арендная плата и возможность для жителей проявить себя в некоторой степени. Так, перейдём дальше, но тут уже поподробнее. Если говорить о инструментах, которые мы применили в нашем проекте. для пешеходов. Первое – это поднятый переход. То есть, вот, когда автомобиль едет, перед ним будет небольшая поднятая площадка на уровень тротуара, и ему придётся всё-таки тормозить во время своего движения. Затем мы добавляем как можно больше зелени и специальную плитку, которая, там, во время осадков всю влагу бы принимала на себя, чтобы это не было огромной большой лужей. Следующее решение околоостановочного пункта. Мы добавляем какой-то небольшой кофебокс, чтобы люди, которые ожидают автобуса, троллейбуса, они могли провести как-то более приятное время. И есть площадка, где они могут отдохнуть в это время. Мы добавляем велодорожку, причём мы добавляем её как по контуру, если нам надо объехать, но понимая, что большинство людей всё-таки будут сокращать путь, то мы тут немножко изменяем направление, чтобы они не всегда ехали по прямой и тоже немножечко снижали на пешеходной зоне свою скорость. Ещё одним из решений было добавить на места пересечения основных потоков людей на первом этаже жилого дома добавить какую-нибудь общественную функцию. Это может быть парикмахерская, магазин продуктовый. И таких мест у нас несколько. Вот тут, потому что тут у нас идёт большой пешеходный поток, там, где у нас арка, и внизу. Там, где арка, мы добавили, потому что, ну понятно, это самые такие функции будут направленные на жителей дома, потому что они чаще всего тут ходят. То есть может быть какую-нибудь булочную, чтобы не ходить в большой магазин и выбирать там, а самое нужное. На углах же мы решили площадь увеличить этих помещений, чтобы и функция могла быть более разнообразной. Так, в парковках сказала. А, у нас есть несколько видов пространств. Так, одно из них это тихая зона, которая благоустроена. В местах пересечения организована небольшая площадка, где могут люди присесть и отдохнуть. Ну, она больше для жителей. Она огорожена густым отсоединением от вот этой не очень, возможно, приятной зоны с автомобилями. Вот, но эта зона организована для того, чтобы подъехать к паркингу и для того, чтобы утром или вечером производить загрузку. То есть вот эта территория, да, вот этот заезд, он не будет использоваться постоянно. В итоге у нас получилась небольшая пешеходная улица, которая ведет в конце на какую-то общественную, опять-таки, зону и перенаправляет людей дальше. Сквер мы немного убрали. То есть большая часть озеднения была в нижней части сквера, которую мы не рассматривали. Поэтому мы ничего там особенного не срубаем. Если кого-то вдруг это очень волнует. Вот. Также у нас, опять-таки, вот тут у нас тихая зона, тут у нас более такая замкнутая открытая площадка и еще одна большая открытая площадка. Тут у нас об активных фасадах. Я забыла упомянуть. Активные фасады у нас вдоль почти всего здания, вдоль всего периметра, кроме вот этого узла, потому что он предназначен больше для автомобилей. Вход в офисное здание несколько организованно. А также вот тут на первом этаже есть, опять-таки, общественное пространство, в которое можно войти, людям, которые будут заезжать отсюда, вот с этой остановки, которая тут есть. Большинство функций мы пытались внедрить в площадь, либо же в улицу, на улицу. Поэтому тут у нас есть активные фасады, потому что привлекать-то людей надо, но мы больше стараемся их привлечь во внутреннюю часть, а не наружную. Помимо этого, я, наверное, забыла упомянуть о том, что загрузка гиппо всё ещё будет осуществляться на этой же площадке, но она уходит под землю. То есть машина заезжает вниз, загрузка происходит, она выезжает. Там, по-моему, дальше картинки, как бы это могло выглядеть. Ну, если есть у кого-то… Я вроде закончила, и если есть у кого-то вопросы, я была бы рада ответить. По-моему, я ничего не забыла. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ИНТРИМ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ